Всем привет, я на канале CryptoCommons, и это срочное включение по рынку, потому что что у нас здесь происходит? Да ничего не происходит, как обычно. Выходные, рынок забился во флет, посмотрите. На 5 минутках, скажете вы, много происходит памп и дампов локальных, да, там уже все, а, туза мун, а, туза дно. Вот, а если мы отдаляемся на часовик хотя бы, то мы видим, что мы сейчас удерживаем сетку EMA Ribbon и 0.5 FIB. А перед этим мы удержали 0.61 FIB, золотой карман, если мерить вот от этого начала импульсов. Мы сначала смотрели с вами вот так, конечно, и в таком случае мы ее прокололи, но все равно, кстати, удерживаем, если вы посмотрите, даже в таком случае мы, на самом деле, ее удерживаем. А тут мы ее прям идеально взяли тенью, и так, я думаю, правильнее смотреть будет. Соответственно, что, если мы отдаляемся на дневку, то мы видим вообще, что мы просто стоим. Мы просто стоим в консолидации, и да, мы можем сквизануть, конечно, к сетке EMA Ribbon кольнуть на пару тысяч долларов вниз в целом, перед пампом. А можем просто забиться в боковик, тоже, кстати, вариант. Но можем из текущих улететь. Напишите в комментариях свой вариант, вверх, вниз или вбок. Мы пойдем. А пока давайте посмотрим предварительные итоги голосования. Вот в Telegram канале у нас проголосовало 4000 человек. Что увидим раньше, 20 тысяч или 30 тысяч по биткоину? В принципе, 50 на 50. Ну, 1% в сторону шартов перевес. А в YouTube-чике 2% перевес в сторону шартов, то есть 2% недовес в сторону лангов. Короче, в целом 50 на 50. Давайте так. И что мы видим? Да, идеально отработался сигнал по TRDR, который мы настроили от Litecoin. Вот, у нас происходит локальная коррекция. Но я все еще думаю, что пора была не сломана, что мы ее удержим. Сейчас плюс-минус, может, кольнем. И пойдем дальше наверх. По Litecoin выбивать 120 баксов и куда-нибудь на 200, там на 150 хотя бы для начала. По битку, соответственно, тоже. Я думаю, что это все стоит рассматривать как бычий, неважно. Флаг, вымпел, что хотите. Хоть треугольник, если это будет. Тем не менее, эта фигура с пробитием наверх техническим. Примерно на ту же самую длину, собственно, своего пампа. То есть вот, куда-нибудь на 30-31 тысячу долларов примерно так средние тейки можно ставить. Это, собственно, ничего иное, как предыдущий канал, вот в котором мы тусовались. Если вы посмотрите, довольно-таки продолжительное время вот здесь. Но на самом деле в макрокартине это довольно-таки непродолжительное время. По сравнению с тем, сколько мы тусовались вот в этом макроканале. Посмотрите, ребята, а он растущий. И я думаю, что после того, как мы придем к этим тейкам, нас незамедлительно повезут дальше наверх на шорт-сквизах. Потому что здесь все зашартят, все продадут, как обычно происходит. Уже вон шартят люди дно. Тут как бы мы просто улетим, скорее всего, вот в этот канал средних значений, что является как раз примерно 40-50 с чем-то тысяч долларов за биткоин, друзья мои. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что я сумасшедший, или вы действительно понимаете, что это адекват, потому что мы уже были выше, и эти две вершины это явно не лопающиеся вершины. Это просто консолидация в форме верблюда, который решил попить водички и после этого поднимет голову вверх, как жираф. Кто подписан на наш канал, тот знает. У нас были разные темы. И верблюжий рынок, и черепаший трейдинг. Это, собственно, двухгорбая черепаха, которая реально просто выстреливает в космос скоро. Поэтому убедитесь в том, что вы в ракете. Но космос тоже, это же дисклеймер. Он как бы не то, чтобы сразу прям тузамун, тузамун. Вы посмотрите каждый тузамун, изучите, как он проходил. Там тоже были коррекции, там тоже были разные истории. Но, тем не менее, я вам напоминаю, что по оценке Бенджамина Коуэна мы все еще на 42% ниже средних значений капитализации крипторынка. То есть, опять же, вернувшись к текущей цене биткоина, мы говорим о пампе на 80% примерно. Чтобы вернуться на 40% наверх в недооценке, то это 80%. Правильно? Мы говорим о пампе в 80%, потому что, смотрите, да, 84% нам нужно набрать, чтобы сократить недооценку в 42%. И капитализация была в районе 1,9 триллионов по тоталу. 84%, то есть туда, куда-то примерно на 45 тысяч долларов по битку все это смотрит. Ребята, если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и проверить подписчику на наш канал и на наш телеграмм обязательно, потому что в нем вся самая актуальная движуха. Вот опять же Rational Root пишет в своем твиттере, что текущая недооценка составляет те же 65%, о которых мы говорим. То есть вот это все скидки на биткоин. Посмотрите, от 0% до минус 80% от all-time high. И от последнего all-time high у нас скидка минус 65%. И что примечательно еще, посмотрите, блок под номером 144900 был пройден. И каждый раз, если вы посмотрите, где это было... Ох, нифига себе, как можно, окажется, теперь картинку, прикиньте. Картинку можно обводить как текст. Вот это прикол. Я не знал. Ставьте лайк, если вы тоже не знали, что можно в картинке работать вот так, как с текстом. Короче, каждый раз после этого блока начинался bullrun. Там, посмотрите, это было дно гребаного рынка. И вот уже начался памп, то есть сейчас в принципе могут сдуть еще. Посмотрите, как здесь сдували перед пампом. Посмотрите, как здесь резко начали расти, но все еще были в низах. А сейчас уже пампанули этот блок, то есть... Смотрите, что. Давайте-ка рассмотрим медвежий сценарий, что мы сейчас сразу не начнем расти, а, например, начнем откатываться. И куда мы можем по битку откатиться? Разумно? Вот у нас было абсолютное дно на 15500 по индексу. И вот положим, что мы сейчас нащупали локальную вершину. И вот красные точки, там, где верочки, он сейчас отработает и начнем падать. Куда может упасть биток, друзья? Да упасть он может куда угодно, даже обратно туда, откуда началось движение. Что будет тоже статистически вероятным. Но, скажем так, наименее. А наиболее вероятным будет его ближайшие уровни по ФИБе. Это 0.23.6, то есть 22 тысячи долларов. Вообще, как будьте здрасте, мы с этого выпуск начинали, что он может туда кольнуть. Даже на следующую, вот эту 0.38 ФИБу, он может кольнуть этот уровень 2900 долларов. 20 тысяч 900 долларов мы можем упасть и все еще остаться в бычьем тренде. Просто отретестить. Поезд поехал. Прикольно. Просто отретестить предыдущее сопротивление в качестве поддержки и пойти дальше наверх. Можем? Можем. Поэтому обезопасьте себя, ребята, от высоких рисков. Не двигайте близко ликвидации. Не перезаходите на профит слишком быстро. Не увеличивайте позиции, потому что вас может просто тупо смыть и полететь без вас ракета. Поэтому будьте осторожны. Ждем по лайткоину подтверждающий сигнал снизу. Напоминаю, что на бирже BitGet идет соревнование специально для крипто-комманс с высоким шансом победить и получить призы. Не так много народу торгует. Переходите по ссылке из описания и вступайте в наше состязание. Торгуйте всеми фьючерсными парами. Inverse, Minverse, USDT. Как обычно, никакого KYC, email, пароль и погнали торговать. Вот. Еще на BitGet, кстати, очень интересное инверсное обеспечение. То есть здесь можно торговать, допустим, Bitcoin Cash, Litecoin, Link. Вот я торгую. И обеспечение может быть как в самих монетах, так и в Битке еще. Или в Эфире, или вот в этих монетах, в Ripple, в BitGet токене. То есть вообще кросс-обеспечение очень интересная штука. Вот. Так что мой основной сценарий, что мы пойдем наверх. Не знаю, через коррекцию или нет. Возможно, что это просто бычий флаг. То есть у меня два основных сценария. Это вот такие сейчас. Либо сразу наверх, либо через небольшой ложный дамп наверх. Что по Эфирчику? Смотрите. А вот по Альткоинам, кстати, мы видим силу. Эфирчик отбился очень хорошо от дневной сетки AMA Ribbon. И прямо сейчас работает со своим уровнем горизонтального сопротивления в районе 1696. Короче, 1700. Как только пробиваем 1700, следующее сопротивление это 2000, как вы можете видеть из графика. Это такой нормальный, такой на 300 баксов ход, ребята. Считай, 20%. С десятым плечом 200%. Вот, легкие. А дальше, я думаю, что он не останавливается. Хотя это, конечно, это сейчас еще важный уровень поддержки из прошлого. Посмотрите, мы на этом уровне три раза от него отталкивались вот здесь. Раз, два, три. И сейчас мы на этом уровне. Если мы его пробиваем, то следующий глобальный горизонтальный уровень по эфиру. Но это, конечно, я не знаю, вот этот. И то это нельзя назвать прям сильным уровнем. Это у нас 2500, а в целом-то там глобальный канал, где он долго тусовался. Ну, тут нельзя сказать, что это прям канал-канал. Но что-то типа восходящего вот такого канала здесь есть по эфиру, который смотрит на 4-5 тысяч долларов в какой-то момент. Это если мы говорим о бычьем рынке и продолжении аптренда. То есть возврат к средним значениям, на самом деле. Потому что средние значения по эфиру за все это время, они, грубо говоря, вот. И они потом, опять же, соответственно, в какой-то момент, если эфир низкий монет, пойдут наверх. Поэтому смотрите. На самом деле альтсезоном попахивает. Вон, посмотрите, как все разворачивается. Аудио. Вот еще хотел посмотреть с вами. Аудио забыли. Прибыль забрали. Разгрузили. Пора дальше догружаться. Вопрос у многих, что дальше с аудио. Я думаю, что надо дальше догружаться. Я свою прибыль забрал. На Байбите трейд вот до сих пор один контракт держу, чтобы уметь держать. 7300 забрал с этого трейда. Да, кстати, остальные позиции вот, кому интересно. Но только не вдумайте тупо их копировать, ребята, потому что вас просто ликвиднет. Я же постоянно что-то делаю, меняю. В этом и суть трейдинга, что нельзя какого копировать. Надо учиться самому нос по витру держать и чувствовать движение рынка. Дэш неплохо вот пошел. Виток держу. Эфир держу. Короче, аудио мы смотрим. Вот, аудио-то на самом деле сходил до 0.5 фиба, даже не дошел чуть-чуть, и попер наверх. В принципе, может еще корректнуться, но не обязан. Не обязан он корректироваться, как вы видите. И возможно, что это все. Возможно, что это и была коррекция. А вот если он сейчас попрет дальше и удержит этот уровень, посмотрите, на каком уровне мы удержались. Мы удержались на уровне, где было очень много поддержки по аудио. Вот здесь, вот здесь мы снова отретестили его как поддержку. И сейчас смотрим, куда? Ну, как минимум, к следующим уровням. Опять же, я не знаю, вот средние ценовые значения по аудио. Это что-то выше доллара, но ниже двух, скажем. Возврат к средним значениям. Поэтому, ребят, сейчас примерно все выглядит вот так вот. Кроме, конечно, там, я не знаю, BNB к биткоину, который просто на хаях, ну, на откровенных. И то может пойти выше. Посмотрите на это. Все равно аптренд, несмотря на то, что, ну, торговалась гораздо-гораздо дешевле раньше монета. И все равно может пойти наверх. Но вот это больше похоже на разворотную историю. Мне кажется, что BNB к биткоину пойдет против тренда. Если в плане чего пошортить. И матик к биткоину тоже, я думаю, что пошортить в какой-то момент можно. Но мы не знаем, опять же, ребята, если бычий рынок может вынести ваши шорты. Поэтому сейчас, на мой взгляд, надо аккуратнее с шортами, либо со стопами. Но можно хеджево, конечно, пробовать что-то делать. Это я говорю сейчас про матик и BNB только к биткоину. К доллару они выглядят по быче. То есть они могут расти еще на бычьем рынке, просто расти не так быстро, как биткоин. Вот и все, ребята. Лайткоин тоже. На недельном таймфрейме вообще все отлично выглядит. Лайткоин тоже, вон, посмотрите, как отбился от сетки. Развернулся, скорректировался и готов, собственно, дальше тузамунить. После желтой недельной точки, я вам напоминаю, что. И сходил он точно до 0.38 фиба. Отбился от нее. Поэтому я думаю, что сейчас многие монеты плюс-минус поведут себя так же. Присмотритесь, кстати, еще биткоин кэш, ребята. Биткоин кэш смотрится как очень перепроданный старый альткоин. Посмотрите, многие лайткоин там и прочее уже пошли наверх. А биткоин кэш все еще в накопительном канале, этом с вами до 140 баксов. Смотрит он сразу куда-то на 250, на 300. То есть потенциально легкие 2-3 икса. Как он туда улетит, я думаю, что очень-очень быстро, не успеешь запрыгнуть. Но дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылочки в описании, лучшие биржи. Все решения принимайте сами. Как вам наши новые выпуски Ньюсблок Крипто? Напишите фидбэк. Заходит, не заходит, делать, не делать. Чего, может быть, улучшить, поправить. И да, да плюс-минус все монеты сейчас так смотрятся. Вон, посмотрите. Не, он биткоин кэш к доллару реально. Он еще даже сетку не пробил. Он очень дешевый. Короче, пишите в комментарии, какие еще монеты посмотреть в следующий раз. Что делать? Хотел посмотреть еще свой спекулятивный лонг на Фемиксе. Но он что-то завис и не подгружает страницу. Ладно. Сейчас как погрузят, скину в телегу. Что там? Добавляйтесь обязательно к нам в Телеграм. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Ай, все-таки прогрузился он. Но в телегу все равно подписывайтесь. Прогрузился спекулятивный трейд на Фемикс. Ушатали, конечно. Сильно его. Не забрал я там сколько? 0.4 где-то битка была возможность прибыль забрать. Но вот 0.2 сейчас можно еще забрать. Часть я забрал. Чуть меньше половины сейчас дает забрать. Я все еще жду. Потому что смотрите, сколько касаний у нас было. Это 61 Фиба. 61.8. 1, 2, 3, 4, 5. Вот ложных проколов. И мы как мячик из-под воды вылетаем. Поэтому я жду наверх. Стоп-лосс я свой передвинул. К ликвидации. Он был на 78 Фибе. В плюсе. Передвинул с целью того, что я жду. Если будет пролив, я буду докупаться. Я не хочу, чтобы меня застопило. Я буду докупаться. Но дисклеймер. Не финансовый совет. Все риски берите на себя. Я буду докупаться. Ну вот, собственно, и дампят. Видите, пошли по вот этому сценарию. По основному сценарию с заколом. Поэтому можно начинать докупаться. Потихонечку. Но, конечно же, дисклеймер. Не финансовый совет, друзья. Но по 2300 я бы поставил ведерко на пол биткоина. И по 23200 еще одно. Ладно, все. Всем профитроли. А то что-то совсем уже инсайды пошли. Будьте здоровы. Скоро увидимся. Пока.